Здравствуйте, уважаемые зрители YouTube-канала Катсин Лайф. У меня в эфире снова Сергей Хистанов, известный российский экономист. И сегодня мы будем говорить о санкциях и о влиянии санкции на российскую экономику. Сергей, вы, наверное, знакомились с тем пакетом санкций, который был, собственно, принят со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Как вы вообще оцениваете эти санкции? Насколько они серьезны? Ну, прежде всего, нужно различать два принципиально разных момента. Это текущее воздействие от санкций, то есть их непосредственные последствия. И то, как санкции влияют на восприятие России как объекта для инвестиций у инвесторов. Причем как международных, так и российских. Это два совершенно разных вопроса. Из текущих последствий санкций, ну, наверное, самый значимый – это те меры, которые были приняты против двух крупных российских бизнесменов, а именно господ Виксельберга и Дерипаски. Вот для их бизнес-империи, для них непосредственно, санкции были достаточно болезненны. То есть для того, чтобы снизить их воздействие, пришлось реструктуризировать бизнес, поступиться контролем в части предприятий. И якобы, со слов сообщений прессы, некоторые средства в европейской юрисдикции были банально заморожены. По разным оценкам это около полутора миллиардов долларов, что, в общем-то, не является критичным для состояния этих господ, но и мелко эту сумму тоже назвать нельзя. Это непосредственный эффект. Кроме того, российские предприятия практически лишились доступа на международный рынок капитала. Кроме того, количество иностранных инвесторов в российские госбумаги перестало расти, потому что текущие санкции не запрещают владеть, но накладывают определенные ограничения на увеличение вложений в российский госдолг. Поэтому многие компании предпочитают на всякий случай не наращивать. Вот с точки зрения текущих последствий, вот, наверное, почти все. Забавно, но россиянам довольно большой вред нанесли собственные контрсанкции, когда в ответ российское правительство запретило поставку в России многих видов продовольствия. И, правда, обычно это почувствовали люди, которые покупают не самое дешевое продовольствие, но, тем не менее, вот пресловутый хамон, пармезан, часть лосося исчезли. Ну, правда, часть санкционных товаров потом вернулась через Беларусь, что, в общем-то, до сих пор служит источником небольшого даже юмора, что очень забавно видеть в продаже белорусские лосося или устрицы, при том, что Беларусь – это страна, которая не имеет доступа к морю. Но, тем не менее, текущие последствия довольно убили. А вот, что касается перспектив, то здесь все выглядит достаточно печально. Практически с 2014 года какие-то новые крупные проекты иностранных инвесторов, да, в общем-то, и новые крупные проекты большей части российского бизнеса появляться перестали. Просто потому, что значительная часть бизнес-сообщества, будь то российские бизнесмены, будь то иностранные, есть большие сомнения относительно долгосрочной устойчивости российской экономики в условиях санкций. Это не значит, что завтра или после завтра произойдет что-то экстраординарное. Так получилось, что я в силу возраста очень хорошо помню поздний СССР. Причем забавно, как раз поздний СССР тоже большую часть своей истории существовала в условиях довольно жестких санкций. Потому что в 1975 году СССР подписал Хельсинские соглашения, наступила эпоха разрядки, отношения с Западом улучшились, наметилось даже некоторое сотрудничество. Сейчас, опять-таки, мало кто помнит, ну, кто примерно моего возраста и старше, даже помнит, что было налажено производство американской пепси-колы в России. Несмотря на то, что отношения были не очень теплые, тем не менее, даже вот такое было. Я могу немножко ошибиться, по-моему, в новороссийске производили. А в 1979 году СССР в Турции, в Афганистан. До сих пор историки спорят, зачем это было сделано. Потому что с точки зрения здравого смысла в этом не было ни малейшей необходимости. Но, тем не менее, это произошло. Это привело к значительному ухудшению отношений. В 1983 году случилось довольно большое ЧП, когда СССР сбил южнокорейский Боинг. Южнокорейский Боинг недалеко от Сахалина погибло много людей, в том числе даже один из членов Конгресса США погиб. Вот это добавило негатива в международные отношения. И, соответственно, постепенно санкционное давление начало усилиться. Но происходило это довольно долго. А, наверное, последним гвоздем в гроб СССР стало падение нефтяных цен, которое произошло в 1985-1986 годах. Резкое, сильное, большое. Дальше, с точки зрения экономики, для СССР была огонь. То есть, тратя резервы и наращивая займы, он еще продержался некоторое время. Ну, соответственно, в конце 1991 года де-факто произошел распад. Сергей. До тех пор, вот как бы дискуссионный момент, какую роль сыграли именно санкции, потому что тяжело отделить падение цен на нефть от санкций. Но то, что санкции внесли определенный вклад, ну, с этим, наверное, трудно спорить. Сергей, Россия – часть мировой экономики. То есть, за последние 30 лет Россия вошла во многие, скажем, международные экономические процессы. И, безусловно, поскольку экономические взаимоотношения – это всегда некое взаимодействие, от перемен во взаимодействии страдают в той или иной степени несколько сторон. Мой вопрос в следующем. Может ли, например, прожить Россия в ситуации полной экономической автарки, когда она отключена от всего, от сфифта, от любых банковских операций, от каких-то внешнеэкономических рычагов. Может ли она прожить в ситуации экономической автарки? И, с другой стороны, может ли Запад спокойно экономически перенести отключение России из этого глобального экономического процесса? Ну, давайте начнем с конца. Что касается сфифта, о нем много говорят. Опять-таки, в силу возраста мне довелось в 90-е годы поработать в двух банках, в одном большом, в одном маленьком. И вот как раз в маленьком банке не было сфифта. Просто в силу того, что система была довольно дорогостоящей, и для маленького банка просто дороговато. У нас были определенные коротношения с более крупным банком, у которого свит был. Забавно, но связь осуществлялась с помощью самодельной программы, был написан собственный софт, который позволял нам дистанционно подключаться к более крупному банку и по поверенному каналу, передавать команды. И этот более крупный банк за нас, за определенные комиссионные вознаграждения, осуществлял платежи тем, кому было необходимо заплатить с использованием системы свит. То есть, в принципе, учитывая то, что банк был региональным, у него большая часть бизнесов были сконцентрированы в одном регионе, свит для этого был не нужен, достаточно было поротношений с несколькими крупными региональными банками. Ну, а вот в тех редких случаях, когда их требовался, за небольшое вознаграждение через более крупные банки осуществляли платежи. Вся эта система прекрасно работала. Даже на случай, когда электроника сбоила, был разработан такой протокол, когда дежурный водитель управляющего банка уже в вечернее время, когда опердень, так называемый, в банке закрывался, ему давалась бумажная платежка, опечатывала в специальном конверте, и он мчался на служебной Волге в более крупный банк, под роспись охранника, потому что банк уже за какой-то момент, как правило, закрывался, сдавал эту платежку. Вот с утра приходили операционисты, вскрывали, сносили журнал платежку и осуществляли платежку. То есть, в принципе, для крупного бизнеса, у которого число платежей небольшое, а платежи крупные. Ну, допустим, нефтяная компания, поставила какие-то партии нефти, получает за это деньги, ей самой нужно заплатить каким-то контрагентам. Вот для такого бизнеса, да есть свифт или нет, по большому счету без разницы. Курьера с портфелем отпечатанным посадят в бизнес-джет, он спокойно прилетит в Женеву, под роспись даст швейцарский банк указание, что сделать, какую операцию. Банкиры совершенно спокойно это сделают, со свифтом или без. Поэтому важно понимать, что свифт как раз важен чем? Тем, что, во-первых, он почти у всех есть. Это стандартный фактор. Во-вторых, как бы электронный характер платежей в этой системе позволяет делать быстро, очень дешево и так далее. Есть, наверное, только две страны, у которых ограничен доступ к системе свифт. Это Иран. Ну и вот я не знаю, как там у Венесуэла дела. А весь остальной мир прекрасно этим пользовался. Интересно, что Центральный банк Российской Федерации давно запустил даже не одну, а две альтернативные системы. Одну собственную, которая Центральному банку принадлежит, а одна принадлежит одной небольшой чисто аэтишной фирме. И у меня не очень свежие сведения. Вот сейчас, наверное, цифра чуть больше, чем та, которую я назову. Но несколько лет назад, когда мне статистика это попадалась, 78% платежей российских банков в общем-то проходило в обход системы свифт. То есть свифт критично нужен, когда вам нужно небольшую сумму перевести кому-то там, как правило, за пределами России. Потому что в России банки подключены к российским системам, она вот свифта, скажем так, добровольно-принудительна. То есть это регулятор требует, чтобы такой доступ был. Кроме этого, существует, хотя она и древняя, но она вполне рабочая система, это телекс. Тоже телекс, сейчас это уже, конечно, анахронизм, но во всех крупных банках он есть. И даже забавная подробность, в 2014 году, после всем известных геополитических событий, в крупных российских банках даже проводились своего рода учения, когда эти телексы включали, делали там пробные платежи через них, убедились, что все работает, потом спокойно зачехлили. Вот я был в гостях у одного знакомого банкира, к сожалению, не разрешила мне в службе безопасности фотографировать. Там телекс был древний, электромеханический, такой полированный размером, как письменный стол, электромеханическая пишущая машинка, круг такой вот, как у дискового телефонного аппарата. И все это накрыто таким дермантиновым чехлом, по виду, наверное, может, начало 80-х. Тем не менее, все прекрасно работает, есть международные соглашения, которые признают телексные документы юридически обязывающими, поэтому даже если это маловероятное событие случится, к чему это приведет? Крупный бизнес этого практически не заметен, в конце концов, мы купили себе телекс, и возрастет стоимость, и понятно, что платежка по телексу, это, ну сколько, минут 15, наверное, занимать было. То есть никакой речи о большом числе платежей просто не идет. Это фактически отсечет простого россиянина от покупок в онлайн-магазинах зарубежных. Судя по всему, и к этому риску Центральный банк готовится, потому что совсем недавно, вот буквально в декабре прошлого года, мне даже довелось поучаствовать в онлайн-семинаре, который проводила на минуточку первый зампред ЦБ Российской Федерации по цифровому рублю. Мне было очень интересно, что это за цифровой рубль такой-то. Оказалось, что это, по сути, обычный безналичный рубль с двумя интересными особенностями. Первая особенность. Вот как у бумажного банкнота у каждой есть индивидуальный номер, который не повторяется. Возьмите любые деньги любой страны, внимательно посмотрите, там мелкие буковки и циферки латинские, как правило, и они не повторяются. Более того, если вы там купюру повредили, принесете ее в банк, если номер можно прочитать, то вам ее, в принципе, обменяют на ум. Вот этот безналичный электронный рубль предполагается, что у него будет индивидуальный номер. И второе, предполагается некоторая интеграция с зарубежными аналогичными проектами, для россиян интереснее всего, естественно, с Китаем. Это означает, что, в принципе, на Алиэкспрессе, Алиэкспресс, наверное, самый популярный в России, да не только в России, на всем советском пространстве интернет-магазин, ну, доступ сохранится. Поэтому, что касается отключения от SWIFT, это большой удар по малому-среднему бизнесу, они фактически лишатся возможности вести дела за границей. А крупному бизнесу это все равно, а для граждан вот уже видно, как прорабатывают запасной вариант, электронный юань, электронный рубль, какой-то, возможно, будет шлюз между ними. Поэтому это как бы неприятность среднего масштаба. Что касается полной автарки, то, наверное, нет, наверное, невозможно выжить в условиях полной автарки. Даже СССР при всей его закрытости, тоже цифры немножко плавают, потому что они в разные годы в СССР были очень разные, но, наверное, процентов до 10 ВВП это была в какой-то степени международная торговка. Причем, что интересно, дело в том, что даже 10%, а это такая верхняя оценка, это вроде бы не так много. Казалось бы, потерять 10% экономики, но от этого никто умереть не должен. Потому что, в принципе, на пике кризисов многие экономики теряют и 20, и 30%, в такое редко случается. Тем не менее, катастрофа от этого не происходит. В чем подвох? Подвох в том, что для СССР в этот довольно не очень большой процент входил так называемый критический импорт. То есть импорт того, чего внутри СССР в принципе не было. Самое болезненное, что вот помнят люди, которым сейчас там лет 50 и больше, которые застали распад СССР, в основном состоянии, это огромные продовольственные трудности. То есть реально есть нечего быть. То есть вот заходишь в магазин, а там морская кокуста лежит, березовый сок в трехлитровых банках, в общем-то и все. То есть вот мясо, молочные продукты, вот прямо исчезли. Потому что СССР закупало довольно много зерна, причем интересно в основном зерна фуражного. То есть не того, с хлебом больших перебоев то и не было. А вот фуражное зерно, от которого критично зависело мясное животноводство, производство мяса птицы и так далее, вот его не хватало. То есть собственные возможности советского колхозного строя произвести адекватное количество продовольствия, они были довольно слабы. В промышленности довольно много сырья для химической промышленности закупалось, из-за чего нет возможности закупить, нет возможности выпустить целую номенклатуру. Часть электроники, то есть вот вещи, которые на бытовом уровне мы это не видели, но это приводило к тому, что там останавливали соответственно завод. И поэтому сейчас, когда Россия намного больше, чем СССР интегрирована в мировую экономику, ведь СССР при всех его недостатках почти всю номенклатуру сложной продукции выпускал сам. Да, я прекрасно помню, я немножко радиолюбитель, в электронике разбираюсь, насколько плохая была советская электроника. Вот просто отвратительно плохая. Телевизоры, магнитофоны, да и радиоприемники, они поступали западным аналогом вот на класс, на два класса. Но они были. То есть да, они были плохие, ломались постоянно и так далее, но тем не менее они были. Да, советская гражданская авиация, да, расход топлива там Ту-154 раза в два уступал старым Боингам, ну, наверное, раза в три уступает современным Боингам и Аэрбасам. Но тем не менее они были. То есть там с перерасходом керосина они могли надпять и так далее. Сейчас, ну, в общем-то, гражданская авиация местного производства почти отсутствует. В том же самом присловутом суперджете доля импортных комплектующих настолько велика, что он там, условно российский, но мы понимаем, что на самом деле не совсем. В автомобильном производстве, хоть в производстве тяжелых грузовиков в КамАЗе, во многих моделях от КамАЗа там рама и жестяная часть кабины, значительная часть там двигателей, коробок передач, это лицензионное производство Даймлерда, вот, и без них, собственно говоря, это и подтягивает качество, но это дает очень высокую зависимость. В легковом производстве, допустим, автоваз то же самое. Система управления двигателем, электроника, она, соответственно, не отечного производства, часть форсунок и так далее. Причем забавно, вот эти вот импортные компоненты, они с одной стороны дают качество, то есть машина более-менее нормально работает и так далее, но с другой стороны это же создает довольно высокую зависимость. Сергей, скажите, пожалуйста, вот Россия, если не ошибаюсь, с 2010 года является членом Всемирной Торговой Организации. И по правилам Всемирной Торговой Организации страны не могут в отношении друг друга проводить дискриминационные меры. Может ли Россия теоретически подать протест во Всемирную Торговую Организацию, мотивируя это тем, что те санкции, которые в отношении нее используют, это меры, эквивалентные тем же количественным либо тарифным ограничениям. То есть они так или иначе не влияют на торговлю в пользу импортных товаров. Есть ли такой шанс теоретически у России? Шанс есть, но перспективы этого шанса близки к нулю. ВТО в значительной мере не оправдала тех надежд, которые на нее возлагали. Причем претензии к ВТО не только у России, у Китая большие претензии к ВТО, как ни странно и у Европы, и у США, и так далее. На мой взгляд, беда ВТО в том, что организация, когда создавалась, была наделена слишком маленькими полномочиями. То есть по большому счету что-то решить через ВТО очень тяжело. Причем главный способ затянуть любое решение, которое не нравится, просто затянуть процесс. Я не знаю, у Китая там уже, наверное, больше десятилетия есть некоторые споры в ВТО. И споры идут, 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 а никакого решения не принимается. Поэтому, может быть, нечто подобное будет использовано, даже скорее всего. Но, судя по тому, как другие конфликты ВТО пыталась разрешить, это совещательный орган, почти без полномочий. Поэтому, говорильня будет идти своим чередом, годами тянуться, но на результат не приходится надеяться. Тот же самый стокгольмский арбитраж, хотя там тоже все очень небыстро идет, тем не менее, он определенный плавный ключ. Споры тоже идут годами, но когда решение принято, все стискивают зубы и спокойно платят. Поэтому стокгольмский арбитраж какую-то пользу принести может, а вот ВТО возлагать надежды не стоит. Еще один важный момент. Дело в том, что до недавнего времени зависимость прежде всего Европейского Союза и многих стран постсоветских Восточной Европы от российских энергоносителей была довольно сильной. Довольно сильной и частично она сохраняется до сих пор. Причем ситуация немножко парадоксальная. С одной стороны, в мире легко существует избыток предложения нефти и газа, которые с запасом покроют российские экспорты. Причем многие страны типа Саудовской Аравии будут ужасно рады любым ограничениям на российские экспорты. По нефти это можно сделать достаточно давно. По газу наверное года 3-4 назад в общем-то альтернатива тоже появилась. Альтернатива появилась. Причем опыт даже небольшой постсоветской страны как Литва говорит о том, что даже аренда судна, которое предназначено для приема жижного газа кстати забавное оно реально использовалось всего один раз. Арендовали оно один раз себя показало после этого тут же поступили предложения сделать скидки на поставку трубопроботного газа. Понимаете? То есть судно просто стоит оно ничего не делает. Но само его наличие позволяет переговорную позицию усилить по условиям контракта, по ценам, по условиям самое главное намного усилить. Потому что как только оно появилось все вести диалог с позицией силы стало невозможно. Сейчас вот я с большим вниманием наблюдаю за строительством относительно маленького газопровода Европейский Союз уже много лет ведет политику помимо пресловутого третьего энергопакета он финансирует строительство небольших относительно трубопроводов, цель которых не обеспечить продачу какого-то дополнительного газа. Потому что важно понимать, что потребление газа в Евросоюзе последнюю пятилетку в общем-то стабильнее. Даже чуть-чуть последний год немножко снижается. А просто большая часть трубопроводной сети сложилась давно. Это еще советские трубопроводы Ренгой, Помар и Ужгород, его продолжение на запад, это Ямал, Европа через Белоруссию и так далее. И в общем-то даже Северный поток один объективно, вот если отбросить политику в сторону, посмотреть с точки зрения экономики, да никакой особой необходимости в нем не было. Просто мощности советских еще маршрутов в общем-то достаточно для того, чтобы обеспечить поставки газа в Европу. И потенциала для роста поставок нету, потому что не растет потребление газа в Евросоюзе. Там немного снижается местная добыча, но в общем-то пока это в большой рост экспорта не вылезет. Кроме того, в Европе довольно много пунктов приема жиженного газа. Кроме того, Европа имеет подводные трубопроводы из-за лжира. Совсем недавно, кстати, в Египте на шельфе запустили большое месторождение, довольно большое, потому что Египет был покупателем газа, а сейчас стал наоборот экспортером. Заминка только в одно. Из-за того, что сеть трубопроводов определенным образом расположена, забавно, но вот, допустим, на севере Польши есть довольно большой терминал по приему жижного природного газа. Я могу немножко нечетко выговорить польское слово, Свиноусть, если я правильно произношу. И сейчас оттуда тянут относительно небольшой пропускной способности, но очень важный трубопровод из Свиноустья в словацкий городок Велкода Кушан. Это как раз тут на точку, куда из Уренгоя по морю и Ужгород на территорию Евросоюза приходит российский газ. И когда этот трубопровод будет построен, это по плану появится техническая возможность подать любой газ, поскольку жижный может быть абсолютно любым, неважно американский, норвежский, ахарский, без разницы. Рынок жижного газа довольно глобальный. Как правило, на борту танкера его покупают, он принадлежит трейдеру, а дальше неважно кто его произвел. И соответственно подать его в ту точку, куда приходит российский газ, ну и соответственно путем реверса и на Украину тоже. Как только этот трубопровод будет построен, зависимость Чехии, Словакии, частично Польши от российского газа резко снизится. Интересно, что у польской национальной нефтегазовой компании в 22-м году истекает контракт десятилетний. И в общем-то поляки уже объявили, что никакого-то нового десятилетнего контракта не будет. То есть по спотовым ценам пожалуйста. Предлагайте конкурентную цену, мы подумаем, может быть. Но они официально заявили, что они продлять контракт не собираются. И не случайно, что как раз примерно в это же время этот трубопровод будет достойным. Он довольно небольшой, около 220 километров. Причем интересно, что польский участок почти готов, километров 80 Словакского участка состоится. И это один из примеров, просто я его лучше знаю, но такого же типа существуют другие проекты. И поэтому еще немножко, буквально год-два и появится техническая возможность в случае необходимости заменить российскую нефть вот сейчас можно заменить, российский газ любым, который будет на рынке. В зависимости от того, кто предложит лучшую цену, условия и так далее. Сергей, соответственно, вот после этого пространство варианта заметно возрастет. Но это все-таки не завтра, а скорее всего вторая половина 2022 года. Сергей, в свое время, в 98 году, когда был кризис, тогда цена на нефть в то время была в районе 8 долларов за баррель, и Борис Немцов покойный, он говорил о том, что в тот момент реформаторы тогда, правительство реформаторов, оно мечтало о том, чтобы стоимость барреля нефти была бы 30 долларов, потому что это было за грани мечтаний. А сейчас же в последние годы цена за баррель нефти колебалась, она доходила до отметки 150-160, потом падала, потом восстанавливалась. Но у меня вопрос в следующем. А вот российский бюджет на данный момент балансирует, на какой отметке? Смотрите, условно, сейчас я поясню, почему условно, примерно 42,4 доллара, но точная цифра бессмысленна, потому что само правительство, регулируя уровень госрасходов, может на это влиять. У него есть определенные резервы, за счет которых, просто перенеся на будущие периоды какие-то не особенно срочные траты, оно может влиять на эту цель. Бюджет на 2021 год сверстан с дефицитом 2,4%, это довольно мало, для кризисных времен, но только маленькие дефициты. И, кстати, то, что бюджет вот так сверстан, для тех, кто в бюджетировании разбирается, это говорит о том, что российское правительство, ну, скажем так, с большой опаской относится к перспективам возможного ухудшения внешнеэкономических условий. То есть, правильно ли я понимаю, что сейчас российское правительство закладывает уже риски возможного, если не нефтяного, эмбарго того постепенного отказа от российской нефти? Ну, не совсем так. Я думаю, что вот такого эмбарго, как с Ираном, в ближнем будущем это все-таки довольно маловероятно. Это очень жесткое политическое событие. Даже СССР вот эпохи холодной войны к этому не пришел. Поэтому мне вот как раз этот сценарий на неравенном. Сергей, а если не продлить какие-то контракты долгосрочные, вот это вполне может. Сергей, а если вообразить, например, что вводится нефтяное эмбарго, может ли Россия прожить без поступления от нефти и газа? Может. Может. Причем вот как только бурные геополитические события 2014 года произошли, забавно, все же начали прикидывать, если сценарий маловероятен, это не значит, что он не может произойти. Иногда случаются и маловероятные события. И оказалось очень интересно, что если оперировать таким понятием, как подушевой ВВП, ВВП на душу населения, потому что сравнивать страны просто по ВВП бессмысленно у всех населения. Так вот, оказалось, что если Россия гипотетически лишится доходов от мерки и газа, то ее подушевое ВВП будет довольно хорошо соответствовать украинскому. Что да, для нынешней России это сильное падение жизненного уровня, по разным прикидкам, наверное, от трех до пяти раз, там еще будут некоторые нелинейные эффекты, что надо понимать, что Россия гораздо протяженнее географически, это требует больших расходов, значительная часть российских граждан живет в худших климатических условиях, что все-таки климат на Украине гораздо мягче и благоприятнее для сельского хозяйства, чем в России. Но в общем-то если это произойдет медленно, почему важно медленно, для того, чтобы хозяйствующие субъекты как-то успели приспособиться, то как бы затянув пояса и стиснув зубы, теоретически прожить можно. Но тут возникает очень большой вопрос, и, наверное, вам стоит об этом побеседовать не с экономистом, с политологом или социологом, связан он со следующим. Ведь помимо чисто экономических показателей, есть еще и понятие социальной стабильности. А вот и тут есть минимум четыре теории, которые говорят, при каких условиях социальная стабильность может нарушиться. И одна из них говорит о том, что так называемая Джик Ливая Дэвиса, которая говорит о том, что иногда вот эта социальная стабильность нарушается, когда падение бывает слишком редким. Поэтому вот сейчас, начиная с 2014 года, реальные располагаемые доходы российских граждан упали по официальным данным чуть больше, чем на 10%, близко к 11%. Вот реально, конечно, заметно побольше, но пусть будет так. Это все-таки произошло за длительный период, грубо за 7 лет, и, соответственно, экономические субъекты к этому более-менее приспособились. Я, опять-таки, вспоминаю 1986 год, для СССР он был переломным, так как падение поступления от экспорта были резкими, цена на нефть с 85-го по 86-й почти в 4 раза упала, если от пика до пика меринка. И вот к этому СССР адаптироваться не смогу. Поэтому имеет значение не только какие-то ограничения, но и насколько резко они происходят. Кроме того, я не зря упомянул, что этих теорий 4 говорит о том, что исчерпывающие ни одна из них до конца объяснить не может. Потому что опять-таки даже относительно массовые в похожих странах события, допустим, арабская весна, когда в одно и то же время, в одном и том же регионе, но тем не менее не в совсем одинаковых странах происходили исходные процессы. Так вот, даже на примере арабской весны какого-то четкого ответа нет. И мне кажется, что главная опасность это не риски полного эмбарго. Опять-таки с одной стороны все возможно, но с другой стороны мне кажется, что это такой вот риск, который маловероятен в ближайшие годы. Гораздо опаснее те процессы, которые происходит в обществе. Потому что люди устали. Устали от того, как долго и устойчиво снижается благосостояние. Устали от того, что у многих людей, и здесь есть большие параллели с кознью СССР. Я вот прямо сейчас смотрю и свою юность вспоминаю, потому что это все юность уже пропала. Пропало ощущение перспективы. Понимаете? Когда люди видят перспективу, даже если жизнь сейчас тяжела, но люди видят, что сейчас тяжело, но сейчас достигнем этого, потом сделаем то и так далее. Когда люди видят перспективу, даже тяжелые материальные условия воспринимаются легче. Сергей, правильно ли вас понимаешь, что Рубиконом стал 2014 год, когда Россия аннексировала Крым, и были введены санкции и так далее. И в тот момент постепенно экономическая ситуация в России стала меняться. и на сегодняшний день чувство безнадеги все чаще напоминает о себе в головах креативного активного класса. Правильно я понимаю? Я бы наверное по времени примерно опять-таки социология к сожалению не точная наука и экономика не точная но социология еще более не точная. Наверное года примерно с 16 вот так когда соответственно и девальвация рубля и негативно особенно довольно тяжело 15-й год переживался в 15-м году была и очень высокая инфляция и резкое довольно сильное снижение благосостояния ухудшение деловой конъюнктуры и соответственно сейчас эта усталость накапливается. Сергей вот мне интересно Сергей я прошу прощения что вас перебиваю мне интересно задать вам вопрос как и на место вот смотрите если мы берем поздний советский союз то очевидно у людей чувство безнадеги возникало во многом из-за того что с одной стороны перспектив нет а с другой стороны они в принципе никуда уехать не могли потому что еще было нельзя спокойно выехать без соответствующей выездной визы да и в принципе мало кто понимал какие можно найти перспективы на западе кроме там топ-специалистов там в области экономики финансов ну вряд ли кто-то был нужен на западе да то есть не было этих рабочих мест да для скажем советских людей вот сейчас когда в принципе границы открыты люди могут любой момент выехать приехать обратно заниматься какими-то внешне торговыми операциями вот от чего формируется вот этого чувства безнадеги с чем оно связано какой именно показатель экономики напрямую что называется подстегивает рост этого чувства ну прежде всего это сама структура экономики забавно но российская экономика с точки зрения структуры последние там годы до боли напоминали советскую вот сейчас уже мало кто помнит но в СССР до юра по крайней мере колхозно-кооперативная форма собственности считалась недосударственной мало того у успешных колхозов даже была там определенная финансовая самостоятельность соответственно сейчас около 70 процентов российской экономики прямо или посленно связаны с государством поэтому вот в чем-то круг истории замкнулся и мы вернулись к тому с чего в общем-то и начинали причем экономический спад который произошел в 15-м году сильно подтолкнул эти процессы большая часть россиян наверное процентов 70 рабочей силы это люди которые на международном рынке труда абсолютно не конкурентоспособны которые не владеют языками не владеют востребованными специальностями вот поэтому в общем-то вы правы значительная часть россиян имея техническую возможность при желании там реализовать себя где-то за пределами России они там в общем-то никому не нужны единственная отрасль где россияне конкурентоспособны это айти это айти и забавно но вот на популярном айтишном интернет ресурсе который кстати недавно несколько лет назад из доменной зоны ру переехал в доменную зону он так называемый хабра-хабр или просто хабр известный среди айтишников так там наверное минимум две статьи в неделю о опыте переезда переезда айтишников из России в какие-то другие государства обмен опытом какие-то хитрости подходы и так далее поэтому вот кроме одной отрасли экономики во всех остальных россияне банально неконкурентоспособны Сергей я вот недавно закончил читать книгу Петра Авина о Борисе Березовском и вот сейчас начал читать его книгу вместе с Кохом о Гайдаре и мы обязательно если у вас будет время я вот просто по прочтению хотел бы уже обладая какой-то базой обсудить с вами вот как раз вот эти девяностые годы да Гайдаровский реформ потому что на самом деле это безумно интересная история но вот пока я хотел бы вам задать следующий вопрос вот Петр Авина в своей книге говорит о том что в начале девяностых годов была сформирована и как пережиток от советского времени так называемая экономика торга экономика торга когда вместо институтов которые бы устанавливали справедливые правила игры участники рынка они что называли что называется они боролись за ухо государства они старались путем индивидуальных договоренностей себе выбить наиболее благоприятные позиции на рынке то есть по большому счету экономика работала в ручном режиме одно это называют такой экономикой торга и во многом кстати экономика торга она базировалась на тех морально-этических принципах которые тогда существовали в то время и наверное существуют до сих пор вот у меня вопрос к вам как экономисту вот вы поддерживаете тезис о том что экономические процессы развитие экономических процессов во многом зависит от морально-этических норм и принципов которые бытуют в обществе это естественно это естественно более того экономика торга начинала складываться даже в позднесоветские времена когда был принят закон о кооперативах и первую предпринимательскую деятельность де юре разрешили я это очень хорошо помню потому что я работал в небольшом научно-техническом кооперативе при Академии наук и хорошо это помню и действительно многие вопросы решались путем торга компромисса и это закладывалось я точный год сейчас не вспомню мне нужно поднять документацию но это было в самом конце формального существования СССР когда СССР существовал ну вот нечто подобное было до каких-то пор это не сильно мешает экономическому развитию вот но как только Гайдар осуществил отпуск цел это было вот таким эпохальным решением с одной стороны болезненным с другой стороны это дало огромный толчок к дальнейшему развитию во многих секторах где не было госпонополия тут же начала складываться самостоятельная экономика причем в некоторых секторах она доросла до довольно хороших масштабов и достигла довольно высокого уровня развития вот в частности создание системы интернет-доступа оно же произошло как раз в те годы и на моих глазах маленькие иногда до смешного маленькие компании возникали которые могли оказать конкуренцию серьезным региональным телекомам из которых сейчас выросли достаточно крупные компании потом была волна в начале 2000-х годов когда некоторые крупные компании федерального масштаба в регионах их массово скупали но при этом как правило платили хорошие деньги и многие учредители маленьких компаний конца 90-х годов они стали долларом-миллионерами после этого есть один знакомый который через этот период проходил соответственно очень хорошо это знали а в тех отраслях где был монополизм ну там и присутствие государства и вот такие вот не совсем рыночные отношения они сохранились гораздо дольше ну кстати вот знаете и также приводится ряд примеров по поводу изъятий которые делали скажем для отдельных компаний для отдельных там фондов предоставляло специальные условия для экспорта например льготного налогообложения потом был введен достаточно коррупционный институт спецэкспортеров которые по сути дела они опять же укрепляли вот эту экономику торга когда есть одни которые равны и есть те которые еще равнее других абсолютно с вами согласен я тоже читал первую я вот не читал вторую а первую книгу я бы начитал наверное с год назад сам хорошо помню то время и в общем-то все то что написано в книге да примерно так оно и было с той поправкой что я видел эти процессы ну скажем так не с таких высоких этажей экономики откуда их видел но в масштабах там региона происходило примерно то же самое только на ступень меньше по масштабу компаний вот судя по всему это такой вот определенный этап развития а дальше произошла либерализация либерализация и открытие доступа в том числе кстати для иностранных компаний сильно изменила экономику и рынок потому что приход иностранных компаний привел к тому что пришли иностранные стандарты качества совершенно отличные от советских пришли более современные технологии вот я в 90-е годы консультировал пивзавод где инвесторами был крупный международный холдинг купил соответственно региональный пивзавод его модернизировал поэтапно и соответственно вот уровень пивзавода от дремучего там 60-х годов ну поднял на вполне современный выросло качество продукции радикально выросло количество снизилась себестоимость и так далее вот поэтому чем более открыты были сегменты рынка тем быстрее там произошло подтягивание к мировому уровню и наоборот вот те сегменты куда иностранцев не пускали где были очень большие ограничения допустим энергетика там соответственно больше рудиментов вот этой экономики торга сохранилось Сергей большое вам спасибо что дали интервью для моего чип-канала с нами был Сергей Кистанов экономист кандидат экономических новок спасибо вам большое до свидания до свидания Продолжение следует...